У меня в гостях прекрасная Екатерина Елисеева. Она выступала в качестве спикера на выставке CPM. Екатерина, какие вопросы вы обсуждали? Сегодня тема моего выступления была посвящена тому, как выживать или, так сказать, взращивать обороты магазинов офлайн. Потому что онлайн сейчас многие занимаются, вот об офлайне немножечко забывают. Поэтому я выбрала эту тему. А как действительно выживать? Рынок онлайн-продаж растет семимильными шагами, грубо говоря. Как действительно в таких условиях выживать офлайн-магазины? Ну, вот, собственно говоря, об этом мы сегодня говорили. Смотрите, в России, ну, в этом убеждена я и наша компания Practical Fashion Solution. В России офлайн все равно долго еще будет превалировать над онлайн. Вам нужно думать, если вы даже занимаетесь там соцсетями, либо развитием онлайн-магазина, вам обязательно нужно думать о том, как совместить онлайн и офлайн, и как все равно не загубить свой офлайн. Есть очень крупные интернет-операторы. Да, эти магазины, они специализируются на онлайн-продажах, и они занимаются именно этим каналом. Если вы изначально собственник офлайн-магазина, и для вас онлайн – это инстаграм-площадка, либо онлайн ваш магазин является дополнительной площадкой продаж, пожалуйста, прежде всего подумайте о том, как вообще сделать лучше ваш офлайн-магазин. Что улучшить там? Потому что вы не вытянете за счет онлайн, за счет инстаграма свой офлайн-магазин. А для офлайн-магазинов существует нейромаркетинг, про который нам Ирина Борисова рассказывала. Екатерина, а какое у вас вообще общее впечатление от выставки CPM 2020? Хороший, сегодня первый день. Кстати, много посетителей для первого дня. Я могу в основном, судя, конечно, прошлась по дружественным стендам, с кем мы с брендами дружим. Там хорошее посещение, но я могу сказать по РФРФ в программе. Зал полный, как обычно, а для первого дня это удивительно. При том, что вы и раньше не делали в первый день такую программу. Я думаю, что это прям хороший показатель. У нас очень хорошая, благодатная аудитория была. У нас в гостях была Екатерина Елисеева. Спасибо вам огромное. Спасибо. Продолжение следует...